Хронометр приветствует вас. Германия переживает темные времена из-за масштабного наводнения в июле 2021 года. В июле 2021 года вся Германия содрогнулась. Страну затопило, некоторые населенные пункты были полностью уничтожены, люди объявлены без вести пропавшими. Ситуация начала улучшаться только 22 июля 2021 года. 16 июля 2021 года в сети появилась информация о наводнении в Германии. Все было настолько плохо, что местные власти не знали, что делать. Люди начали пропадать без вести, некоторые не смогли выбраться из-под завалов и погибли. Ситуация была критической. Позже стало известно, что правительство Германии объявлено главным виновником, ответственным за наводнение. Сообщалось, что наводнение можно было предотвратить, но правительство ничего не сделало. Была информация, что до наводнения появлялись прогнозы специалистов, которые предупреждали о потопах и проблемах с плотинами, но все это было успешно проигнорировано. По состоянию на 22 июля 2021 года ситуация в Германии улучшилась, но некоторые проблемы остались нерешенными. Надежды отыскать выживших после масштабного наводнения тают с каждой минутой. В одном только округе Арвайлер, который принял на себя весь удар стихии, 155 человек числятся пропавшими без вести. Многие не смогли выбраться из транспортных средств и подвалов своих домов. Пожарные и представители МЧС откачивают воду с парковки, которую почти полностью затопило вместе с десятками транспортных средств. Известно, что в этих автомобилях могли находиться люди. Экстренные службы Германии за это время получили более 5000 сообщений о том, что пропали люди. В некоторых пострадавших районах до сих пор не могут полностью восстановить себя. Согласно последним данным, потоп унес жизни 170 человек. Страховые компании оценивают ущерб от наводнения в Германии, он составил не менее 5 миллиардов евро. При этом страховщики в своих оценках учитывали только убытки компаний, которым придется покрывать материальные потери своих клиентов. Это значит, что итоговая сумма будет значительно больше. В Германии продолжают оценивать последствия разрушительного наводнения в регионах Северный Рейн, Вестфалия и Рейнланд-Фальца. Федеральные власти Германии уже начали распределять срочную финансовую помощь в регионах, пострадавших от наводнений. На эти цели выделено 200 миллионов евро, еще 400 миллионов обещают выделить позже. Деньги предназначены на выплаты гражданам и небольшим компаниям. Что происходит, почему прорвало кран водопровода небесной канцелярии, во всемирной метеорологической организации во всем венят изменения климата. Необходимо изучить связь крупномасштабного нарушения летнего сезона с потеплением Арктики и накоплением тепла в океане, предполагают климатологи. Выясняется, что синоптики и метеорологи предупреждали местные власти о вероятном наводнении и непогоде, однако эта информация не была доведена до граждан. Многие жители просто не поверили в вероятность ЧП такого масштаба. Ответственность с себя снимают и федеральные Местные жители пока опасаются самостоятельно разбирать завалы в домах и на улицах, чтобы не остаться без компенсации от страховых компаний. Ждут прихода оценщиков. При этом во многих пострадавших городах, деревнях и местностях продолжается поиск пострадавших и погибших. Спасатели утверждают, что число погибших в Германии может достигнуть 500 человек. Многие люди укрывались от потоков воды в подвалах, на парковках. Здесь порядка 50 машин и внутри могут быть люди, много людей, рассказал спасатель.